Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики. С вами я, ваш верный друг. Изначально я планировал сделать ролик по Дову, но поскольку белки-летяги планируют лучше, чем я, ловите, что кидают. Я всё это хаваю, у меня выбора нет. Создавать уникальные приколы по Вахо-играм несложно. Надо всего лишь избегать несколько популярных среди Вахо-комьюнити ошибок. Во-первых, контент не должен быть про Dawn of War. Поздравляю, теперь вы... Почему? Собственно говоря, благодаря играм Dawn of War меня и заинтересовала вселенная Вахи, и я вообще, в принципе, познакомился с Вахой через эту игру. Вах. Вы знаете, как создавать уникальный контент по Вахо-играм. Тяночки текут, а мальчики черпают. Правда, мне один хрен рано или поздно придётся сделать ролики по Довчику, ибо легче переспорить дайсы, чем колесо науки. Тем не менее, по моему скромному мнению, ролики по Дову будут иметь гораздо больше ценности для вас, если вы преисполнитесь базой. Многие ошибочно полагают, что годных игр про Ваху мало. Steam засран дешевыми поделками, среднебюджетные игры тоже кал, третье Total War всё ещё мало. Steam засран дешевыми поделками, среднебюджетные игры тоже кал, третье Total War всё ещё мало. А это чё такое? Вроде не похоже на этого. На того самого, блядь. Я забыл, не Colonial Marines, как он там называется, ёб твою мать. Бюджетные игры тоже кал, третье Total War всё ещё в фантомном раннем доступе, а основная их аудитория — это малолетние европейские националисты, мечтающие о внешности трапика и пассивной роли в отношениях. Фугре? Да. Это... Тупорелое говно! Увы, но частично это правда. Современные горе-повахи — это в большинстве случаи в кошмар, где геймплей на уровне Гульмана, а сюжет на уровне мультиков из Warhammer+. Но не печальтесь сладкими слезами, ведь, как обычно, с небес сваливаюсь я, дабы заявить. Годные игры уже давно вышли, но они вышли давно настолько, что у многих пореджей от взгляда на их дряблый графончик глаза вытекут, и они скуля убегут своей норы доедать говно Сквига из аналов библиотек Стима. Ха! Попал что? Ты говнолюб! Нет! Говнолюб! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Да, Хайредган, Некромунда, я начал играть, и оно у меня работало тогда не очень, и я так и не продолжу. Моё мнение таково, что каждый уважающий себя любитель комплюхтерных и горе-повахи должен знать, как мы пришли к тому, что имеем сейчас, каким была ваха тогда и с чего вообще всё начиналось. Поэтому мне всё-таки придётся вам время от времени вываливать на стол свежевыкопанные туши и тушки давно забытых подделок по тёмно-фантазийному выкидушу, который уже столько лет тепло и нежно любим с жуткими маргиналами с сомнительными политическими взглядами. За что кадры из старой экранизации Дюны? Я так понимаю, вот этот вот толстый мужик, это тот самый... Это барон. Тот самый барон, который в новой Дюне, но он сделан под потолком, короче, который был. Ну да, в новой Дюне он сделан, конечно, гораздо более впечатляюще и более отвратительно. Чала! Тут раньше была реклама, за которую... Он тоже там омерзительно, уж поверь. Да верю. Не, я в том смысле отвратительный на вид. Не в том смысле, что отвратительно сделан. Большие дяди закидывали мне бабосы, дабы я вас убеждал, что... Для начала, думаю, стоит разобраться в вопросе, который беспокоит многих неосведомлённых, то бишь людей, которые срать хотели с высокой колокольни. Что за хуята этот ваш Вархаммер? Древние-древние времена. Родина быдлонов Тони Лайферов, Британия. Три чепуха решают зарабатывать на жизнь и ремеслом создание настольных игр из говна и палок. Им удается наладить производство, обустроить помещение и заиметь какие-никакие продажи. Вдруг. Совершенно внезапно на них выходят создатели ДНД из иметь какие-никакие продажи. Вдруг. А, очень важная информация. Почему русский с ББМ? Совершенно внезапно на них выходят создатели ДНД из Пиндосии. Эти воудушевлённые ролевыми играми решают пересесть с Нарт, шахматы, варгеймов из хлебного мяча на фигуру кумага первого уровня, чтобы отправить его в Данжон Кроул. Начиная с этого момента дела пошли очень даже в Гуру. ГВ начали открывать магазины, приобретать лицензии на издание сторонних настолок и даже дали свет собственному журналу Белый Карли, который, к слову, издается и по сей день. Так шло ровно до тех пор, пока ГВ не выпустили свою собственную настольную игру под названием Warhammer Fantasy Battles. Я такой поржал, даже не посмотрел, кого он карликом сделал. Ребята попытались создать собственную ДНД, которая совмещала в себе и ролевую составляющую, и варгейм. К слову, со временем ГВ сказали Я ебал ролевика, и ролевую составляющую в играх очень сильно потёрли, оставив в основном дрочь на миньки и броски дайсами. Сама же вселенная эта настолки была похожа на восхитительный плод полового секса, но только если бы в ведро из хоумстака швырнули батареи. Американские фантасты во главе с котом Говарну Лавкрафта нажмякали бы туда провансаля и своих капитошек. Так появился Warhammer Fantasy. Спустя несколько лет в это же ведро надрюкал Фрэнк Герберт, и так появился Warhammer 40 тысяч. Но о нём поговорим как-нибудь пись-нибудь. Warhammer Fantasy представляет из себя очень постмодернистское фэнтези про кровь и... Я так понимаю, а, ну Hero Quest, ну да, логично, что про фэнтези батл будет сейчас. Говно с эльфами, людьми, орками, дворфами, силами хаоса и прочими интересными... Воджелинг, да, я согласен. Он ещё та сила хаоса. Тот именно этот мерзкий. Нургл? Нургл, да. Я так и думаю, Нургл, не Нургл. Именно, но именно, он именно последователь Нургла. ...ми личностями, которые творят в этом мире жесть, чисто юмора ради. Ваха это вообще, можно сказать, пародия на фэнтези в целом, а потому в источниках вдохновения равны все. Но вот того же Майкл Умур, как они многие считают, равнее, ибо от него пошла идея всяких сил зла в виде богов хаоса. Хотя, честно говоря, вахе злы по сути все и никто, ибо именно вахе есть так называемая серая мораль. Королевство людей водятся с витринными мельницами. Высшие эльфы поклоняются нацистским идеологиям, тёмные эльфы поклоняются тёмным нацистским идеологиям, а лесные эльфы поклоняются нацистским идеологиям в лесах, ибо... А я думал лесным. ...слишком тупые, чтобы себе построить города. О, их кузены СТС примерно такие же. Ебаные. Ясно. ...катаются на стульях, силы хаоса заставляют... ...ибо слишком тупые, чтобы себе построить города. Дворфы катаются на стульях, силы хаоса заставляют людей сомневаться в своих ориентациях. Скавины отрицают, что их списывали с китайцев. Зверолюды без... Ну да, плодятся они дико. И работают много. Сука. Божные говномазы, а силами света на самом деле являются орки. Остальные же 150 видов фракций и народов заняты безумно важным делом, а именно стараются заходить потребителям, чтобы ГВ их не вырезали. В общем, на столочка народу зашла. И как любой популярный продукт, Ваха начала изрыгивать спин-оффы самой разной годности. Блад Боул, Ман Ов Вар, Морд Ха. Изрыгивать спин-оффы самой разной годности. Блад Боул. Да, у меня есть Блад Боул, но я в него так ни разу не поиграл. Хотя там по идее должно быть совершенно необычный американский футбол. Ну, регби необычное. Регби и американский футбол, то не одно и то же. Ну, в смысле, там, с мячом в руках. Я поэтому и сказал, американский футбол там же по идее ногами как раз таки гоняют. Я путаюсь в них просто. Регби и руками, ногами. Там все сложно, а это, по-моему, именно регби. Блад Боул, Ман Ов Вар, Морд Хаим, Вархаммер Квест и другие. Однако Блад Боул, Ман Ов Вар, Морд Хаим, Вархаммер Квест и другие. Че, побег из курятника? Квест и другие. Однако был очень интересный у настольной вархи спин-офф, в отношении которого госпожа Ирония совершила настолько странный мув, что его даже я не могу понять. Хироу Квест, глубокий в другую дименцию, бороться бороться с барбарианами и невероятной магией, на квест для разведения в мазе монстров. Это Хироу Квест, фантазия-адвенчер-гейм, где победить означает мастерить артисты комбата. Хироу Квест. Не буду слишком расходиться в словах и скажу сразу, это такой лайтовый симулятор колупания подземелья на карачках, то бишь данжен-краулер, сделанный для нормиасов и зумеров. Это буквально настолочка с минимумом ролеплея. Ну да, она вон от 9 лет и на 2-5 плееров. Как какой-нибудь мальчик, например. Суть игры такова. Вы с компашкой друзей по определенному сценарию лезете в подземелье и шраёбичись там. Убиваете орков, нечисякую, лутай. И просто проводите время с удовольствием. В это же время другой игрок примеряет на себя роль злого колдуна, который по факту является злым геймсосастером, чья задача вам знатно подсирать. Я, конечно, сказал, что, мол, это казуальная настолка для Пориджи, но вот от этого она менее интересна не является. Забавно, забавно. Мало того, настолка смогла обрасти кучу дополнений, потом перерасти в улучшенный Хероквест и, наконец-то, в Вархаммер Квест, о котором, в отличие от Хероквест и мытья промежности, поклонники Вахи все-таки слышали. Мало того, в 2001 году первоначальный Хероквест даже был перевыпущен на Кикстартере. Правда, там отказались от многих терминов, дабы не было споров с ГВ, а потому, кроме как на Амазоне и Эбэй, особо не купишь. Но это уже не важно, а важно то, что именно эта настолка была выбрана, дабы стать примером для самой первой видеоигры о вселенной Вархаммер. Замечательная студия Gremlin Studios за свое время создала много игр. Очень знатным примером в портфолио является игра Gauntlet для автоматов, чья суть также заключается в колупании всякого подземляя. Я такой, так, Gauntlet. Интересно. А Gauntlet, которая у меня на плойке есть, которую лет пять назад выпускали, это случаем не ремейк или не переосмысление этой самой? По факту, не только они занимались этой герой, а несколько студий, но думаю, этого хватило, чтобы оказаться разработчиком игры по мотивам настолки HeroQuest. Да и если забежать немного вперед, я скажу, что студия и в самом деле принесла в этот грешный безумный мир достаточное количество годноты, а потому я уверен, что они еще не раз стали... Ооо... Я не помню, как она называется, но это игруля, где ты воюешь поросами. На PS1 была. ...героями наших роликов. Плюсом, они закрылись очень глупо и по вине тех, кто выпустил Тень Кометы. Вау, твои ролики между другом переплетаются, как локации в играх Миязаки. И хоть мы с вами такие истории обожаем, обо всем этом потом. HeroQuest! Игра вышла в 900... Птиц. Игра вышла в 91-м году. В 900? Тадосик, Комодор 64, The X Spectrum и других системах. Конечно, в наши времена разработчикам намного легче делать игры, чем тогда. Снизил настроечки, FPS-ики, вырезал пару уровней, продал за отдельные деньги, пообещал подчинить игру, не подчинил и вуаля, современная видеоигра готова. Да, как раз на днях на 50 гигов вышел патч. А вот в ранние засранние времена все было иначе. Вот HeroQuest на DOS. Вот на Комодоре. Абсолютно разные. Вот на Spectrum. На Амстраде. Ой, это самое больно. Ай. А вот на компьютере Amiga. Тоже неплохо. Именно это... Короче, вот это и самое первое выглядели более или менее неплохо. Первое, по-моему, даже получше. Там цветов побольше было. Здесь цветов, по-моему, не хватает немножко. Эту версию мы сегодня разбирать и будем, так как она наиболее красивешная, музыкальная, да и просто мощная, как бицуха бретонского крестьянина. К сожалению, сейчас эту игру в цифре нигде не купишь, даже в ГОК. Однако она спокойно с уже вшитым эмулятором скачивается с сайта с халявными олдовыми играми. Ссылочку я кину в описании, если что. Ну что ж... Ну, хера делать. По-другому такие игры вообще пропадают. Потому что студии нет, на них забивают и прочее. А кому-то... Например, ББю поиграть хочется. Не будем тянуть Кашкодевочку за член. Дамы и господа, я запускаю игру. Напоминает то, как я пытался сегодня запустить из ДОСа в Wi-Fi, из флешки проверку банок памяти на видюхе. И выяснил, что эта программа не подходит для моей видюхи. Потому что нужна свежая версия, которую я буду искать, наверное. А тут всего лишь шикра. Проявите уважение и снимите шляпу. Перед вами прадедушка этих ваших тоталбуров. Даже сейчас сочетание картинки и музыки доставляют приятные ощущения. Для 91-го года качество очень даже норм. Менюшка жуткая, а музыка готовит канализационные приключениям категории Г. Начинается предисловие. А предисловие такое. Некий наставник, колдунский, долгое время обучал нескольких нищих булдык мастерству героического бытия. Зачем? Ну, на самом деле, потому что он, как и любой начальник... Мудак, ёбаный! Был у него, короче, ученик Моркар, который обучался у него всяким мудростям и приколам. А ещё втайне от него познавал лютые знания. Втайне в секретной читальне. И, короче, когда этого ученика спалили, тот смотался в пустоши хаоса и теперь грозит всей империи... ...и своим мерзким-мерзким обдроченным хаоситским кулачком. Именно поэтому ныне в наших героях им перенуждается, как жопа в туалетной бумаге. Предисловие игровое, конечно, любопытное, но, как обычно бывает со старыми играми, самое интересное находится вне игры, а точнее в мануалах, которые идут в комплекте с дисками. На самом деле, давным-давно, супротив этого Моркара и его армии, вышло добро с кулаками и в берцах. Была чудовищная битва. На стороне относительно добрых сил света сражались полуумный варвар Рогар, Полуумный? Дворф Дурген, эльф Ладрил и маг Телор. Короче, битва была лютая, добро победил. Но силы подохли не до... ...и маг Телор. Короче, битва была лютая, добро победил. Ясно. Но силы подохли не до конца, а значит битва будет снова. Но старые герои уже давно по сроку годности вышли с балкона, так что группу олдов должны заменить наши герои. Конечно, по-другому по-здоровому наши герои должны были деду наставнику рыло начистить, но они на стороне типа добра, а потому терпят. И вот мы в меню. Где видим святую троицу иконок. Их мало, но нам, аскетам, много и не надо. Эта иконка перенесет непосредственно к приключениям, но для них пока что рановато. В первую очередь надо определиться с героями, которые будут сталкерить по катакомбам. Всего на выбор 4 героя. Барвар класса имбецил с мечом, гном класса воин птушник с гаечным ключом для разоружения ловушек, эльф класса бисексуальный полувоин полумаг и маг класса маг. Можете отправить данж их всех, или же двух, или же трех, или же одного. Вообще, эта игра по сути видеоигровая настолько, и количество выбранных персонажей должно зависеть от количества рядом сидящих с вами опёздолов. То есть у неё можно играть и вчетвером? Ну, видимо, это... Ну, по очереди. Управление переду, поэтому... Ну, в принципе, если использовать это как настолку, вполне неплохо. Если вы фарабаралон с натертой на коносубу шишкой, то поиграть за всех тоже имеете право. При желании всех челиков вы можете нарядить в фантазийном магазине всё для отдыха, туризма и подземного анонизма. Но сделать вы это сможете минимум после первого захода, так как шмот стоит денег. Перед самим приключением необходимо выбрать, какой магической школы будет придерживаться маг, а какой эльф. Выбирать стоит грамотно, ибо одновременно две одинаковые школы взять нельзя. А у мага всегда набор заклинаний богаче, чем у дефективного эльфа. Теперь же необходимо взять нужный квест. Все квесты имеют последовательную логику, пронизанной сюжетной ниточкой. И если идти не по порядку, то ниточка запутается, а ты получишь поебалу. При желании можете выбирать любой и переигрывать, сколько вздумается, но лучше это делать сугубо после полного ознакомления с игрой, или же настолкой, так как квесты и там и тут практически идентичны, как рожи жителей Катая. Первым квестом является тренировка, устроенная шуе учителем наших героев, а именно выбраться из темных подземелья, используя все полученные за годы обучения знания. Это будет ваше последнее испытание перед тем, как отправитесь в путь. Первый, кто выберется из подземелья, получит 100 монет, остальные же пососут мой пукиш. И вот в моей привычной манере фуфломета только на шестой странице текста я вам наконец-то показываю полноценную игру. Тщательно посмотрите на этот кадр и вслушайтесь в эту замечательную музыку. Почему? Не знаю, она как-то, такое ощущение, как будто башки сверлит. Не знаю, не, ну как, я к ней не то, чтобы прям... Ну, не всегда, но вот это, это делает. Я не то, чтобы прям фанатею по ней, но некоторая, да, такая это... выковыривает там в моем сердечке ностальгию. А мне выковыривает она обычно мозги. Потому что ты не так много играла в старые игры. На приставках, наверное. Мм? Ну чё? Навёрстываешь сейчас. У меня до шестого класса не было возможности. А у меня... Даже смотреть телевизор! Мм, да. Я не помню, когда... Ну, Дэнди, по-моему, всегда было, но оно было не у меня дома. Потом у меня была дома Сега. Потом Сонька. А после Соньки, как я её продал и хотел чё-нибудь купить, в итоге долго у меня нихера не было. У друзей Дэнди, и Сега, и комп, но всегда играла не я. Понимаю. Но иногда я у друзей играл. А чаще всего тоже сидел и такой. О, вот он! Ты-то пропустил! И сидишь вот это, вот смотришь летсплей, но можешь бэкситить напрямую! Бля, я уже забыл, что это игра по Вархаммеру! Прекрасный визуал, который даёт нам чётко понять... Я знаю, что это не относится к делу, но вот это точно Дилда. ...что это буквально цифровая настольная игра. Огромный фолиант, на котором расположилась игра. Карты, свитки, свечи, тёмное нечто и сложное лицо. А-а-а! ...колдуна Муркара. Он наблюдает за игрой и старается делать всё на... Я думал, это скала. Я думал, это скала. ...на зло, ибо он олицетворяет злого гейммастера, чья задача не дать нашим героям достичь своей цели. Ну и короче, морду этого ублюдка мы будем лицезреть постоянно. Игра абсолютно пошаговая и наши герои ходят по очереди. Первым всегда ходит туповатый варвар, который по дефолту является Сигмаром. Да, Сигмаром. Моя любить, припить, яички, кирпить. В начале каждого ухода... Какие... Они стандартные сексуальные предпочтения у варвара. ...происходит бросок кости монетки, который определяет, насколько ты хорош и на хуй лучше не похож. Какая цифра выпадает, столько герой сможет клеток от топ топать. Допустим, сейчас нашему Сигмуру выпала двойка. Два шага он делает и... В принципе, всё, но не всё. Помимо ходьбы, наш герой может совершить ещё одно действие, а именно атаковать, поискать лут или же пошарить глазами в поисках секретных дверей или же ловушек. Все действия лучше всего делать в начале хода или в конце, когда все очки потрачены, ибо если вы, допустим, из шести допустимых шагов прошли только три, а потом решили пошарить глазами в поисках баблишка, то ваш герой скажет «ЯКОПРОПАС!» и сольёт оставшиеся очки в бездонную промежность принца Сигвальда. Сейчас наш Сигмар отходил в своём, решил поискать коридор на наличие сокровищ и вуаля! Он нашёл зелье устойчивости. Ну, тупо лакирок и красавчик по жизни. А вот пример того, как делать нежелательно. Гном, Грунгий, чьё имя является по жизни. А вот пример того, как делать нежелательно. Гном, Грунгий, не успеваю прочитать вставки ББ. Спасибо за донат! Три. Четыре. Настя. Мяу. Красивая. Показываю вам красивое. Чьё имя является референсом на дворфийского бога. Грунгий. Заимел аж 9 очков. Чьё имя является референсом на дворфийского бога. Грунгий. Заимел аж 9 очков действия. Однако, пройдя три шага, он решил поискать сокровища и тем самым на вафел шмерцечек просрал остальные очки. Плюс вместо сокровища он наткнулся на орка, который мгновенно в пиздач саблей рубанул. Короче, обосрался максимально. Дворф, конечно же, выжил, ибо у него жизни аж 7 единиц, но осадочек в ложечке остался. Следующим ходом идёт тёмный эльф Ладрил, который, судя по всему, является садомитом, так как его имя является референсом на имя богини Ладрил. который, судя по всему, является садомитом. Ясно, понятно. Нет, баба, и ни одному. Так как его имя является референсом на имя богини Ладриэль, ход за него прошёл вообще гениально. Он прошёл пару шагов, зашёл в спеллбук, решил ничего не колдовать и высыл остальные очки, как алкаш последней клетки мозга. Адекватно сходил Маг Залтар, чье имя является референсом на гифку Залтаном. К слову, в других версиях игры его реально зовут Залтаном. Сходил он максимально эталонно. Походил, нашёл золото и закончил свой ход. Настоящий разумистый. Гордость чародейского техникума. А теперь всё то же самое, но по новой. Так, по сути, большая часть игры и проходит. Карта изучается, сокровища находятся, а враги роняют кал от ужаса. Но насчёт убивается мы с вами отдельно поговорим, так как драки тут это смех гомерический. Каждая битва это всегда бросок кубиков, который определяет, сколько у атакующего будет очков атаки, а у защищающегося очков защиты. Если очков атаки больше, то урон наносится, а если очков защиты больше, то атаки остаются отбитыми. Но тут проблема в кое-каком маразме. У наших героев есть жизни, а вот у врагов жизнь. Одна жизнь, а потому они по сути ваншотаются и умираются, но умираются по-особенному. Вот как смерть звучит и выглядит на других системе. А вот как она звучит и выглядит на версии для Амиго. Вообще очень странно. Что ты, Квильгельма? Ну почти, да. Этот очень странный способ атаковать. Ты нажимаешь на атаку и на карте должен клацать. Почему не просто здесь, на врагах? Просто дезинтеграция какая-то. На самом деле, что наделал этот котик, да? Реквест как туториал из Элай. Я по первой тут провел тупо кукуево-залупуево времени, ибо я не знал, что дабы дойти выход, надо найти в одной из этих многочисленных комнат секретную дверь. Охрененно. Классно разрябы устроили прокрут новичков на кожаной соковыжималке. Герои находят выход... А, вот сейчас был крик Квильгельма. ...выход и ливают. Увы, но награду получает только двор, как и обговаривалось в начале квеста. На других системах можно награду разделять между другими игроками, но тут... сосите билос. Конечно, можно находить сокровища в течении всего шароюбства в донжоне, но, увы, даже этого маловато будет. В любом случае, любой квест тут завершается лишь когда все герои покидают подземелье через лестничку. Первый квест завершен. И по-хорошему было закупиться снарягой, но хер там утонул. Очень часто походы в данж являются натуральным сизиевским трудом, так как герой почти ничего не зарабатывает и вместо поиска сокровищ тупо вынуждены выживать. Покупать зелье? Нет их. Можно только заиметь через поик сокровищ. Мало жизней и щелечилку, но будь осторожен, ибо вместо того только заиметь через поик сокровищ. Мало жизней и щелеч... Щелку, но будь осторожен, ибо вместо зелья ты можешь случайно найти врага, который типа... Ясно. Ломая челюсть или же ловушку, которая оторвет мошонку. Или же пользуйся одноразовыми заклинаниями лечения мага или эльфа полупокера. Плюсом ко всему за убийство чудовищ-герой вообще ничего не получает. Термина опыта тут нет. Вся прокачка заключается в покупке снаряги, на которую вечно нет денег. Да. Ну... Грустно, но не смертельно. Быть героем в хероквесте дело настолько неблагодарное, что между квестами у наших героев даже не восстанавливаются жизни. Да-да. В начале каждого квеста приходит с первым же ход использовать заклинание лечения, дабы восстановить героям здоровье, ибо на ход второй-третье они могут убиться макушкой об ловушку. А если же кто умрет, то весь его прогресс, а именно золото и снаряга, превращаются в пар со вкусом персика, и героя, по сути, приходится начинать сначала. КАААФ! По справедливости, игре гораздо больше подходит наименование Бомжи-квест. Цель второго квеста также подразумевает поход в катакомбы, но в этот раз на поиске некого Сэра Рагнара. Сэр Рагнар, один из сильнейших рыцарей императора, был похищен. Его держит в заложниках Улад, орква и начальник. Сэр Рагнар, один из сильнейших рыцарей императора, был похищен. Его удерживает в заложниках Улак, орква и начальник. Награду в 200 монет получит тот герой, который освободит его. Остальные же вкусят ароматы моего старческого какиша. Ну, ясно. Как я и говорил, мы герои Бомжи-квесте дело максимально неблагодарное. Такое ощущение, что герой больше работает не за деньги, а за идею. Но зато хоть в этот раз все начинают в одной комнате, они разбросаны по карте, как бычки по подъезду. К слову, выход прямо в начале данжи, можете передумать и сказав, ну нахер свалить через лестницу. Кстати, на этом уровне появился нормально такой, да ну нахер, ты видел это, да? И ушел. Новый вид врага. Свалить через лестницу. Кстати, на этом уровне появился новый вид врага. Гоблины. Хотя по мне, так эти гоблины больше похожи на опухших от Альгуля гидроцефалов. Но при этом, я мало могу сказать, чем по статам они отличаются от тех же орков. Так же орут при смерти от руки наших героев. Иначе руки я не увеличиваю. Ай, больно в ноге. Да, по-моему, это оно и было. Пусть вас не обманывает оружие в руках героев, по факту они на данный момент без оружия и брони, а потом и сражаются голыми руками. Единственным тут вооруженным героем является Макс Залтар, ведь после первого квеста только ему хватило денег на обновочку. Это его первое. По кайфу. Первое. И последнее покупка, так как остальной шмот не подходит его классу. Можно сказать, что он достиг хай-левела и получил... Жесть. ...учил так называемый эндгеймовый шмот. О боже, о нет. В этих путземельях мы встречаем еще одно страшное чудовище. Фемир. По виду, конечно, точно не скажешь, что это за срань. Циклоп, Огр, Шрек, Черепашка-ниндзя. Нет, это одноглазый ящеролют. Мир... Ждуним и темным эльфам произошел так называемый случай бесконтактного боя. Бросок костей каждого из них одарил нулем на оборону и атаку, а потому они просто волчат друг на друга поглядели. Класс. Найс. Эльф всячески пытался взглядом напугать врага, а Фемир всеми силами пытался понять, означает ли этот взгляд агрессию или же сексуальные намеки. Ну ладно, не будем долго долюкать этот квест. Вот он потерян рыцарь, который успел на себе испытать так называемые ужасы бытия в плену у сил тьмы. Уверен, что гоблины лично занимались его пытками. Эльф находит его первым, а потому весь гешефт ему. Остальным же героям предстоит довольствоваться хламом, который каждый нашкрябал во время ходки. Ну главное, хоть рыцарь жив. Спасибо, братцы, ну ёпы, каждый нашкрябал во время ходки. Ну главное, хоть... А, то есть тут еще и самим рыцарем потом ходить надо. жив. Спасибо, братцы, но я уже давно дайден сайт. Они пытали меня фонг-версии песни бегает по пустоши весело сквигосик. Блин, он налитый в круханчике пивосик, по пустошам там брутит молодой сквигосик. А, хватит, хватит. Это шедевр просто, я считаю. Я была бы одной из тех, кто пытает этой песни. Потому что тебе оригинал нравится. Кабанчик мой. Это песня про Серега. Третий квест начинается радостно. Серега мне нравится. Ибо эльф в кои-то веке смог себе позволить короткий меч. Ей! А само же задание подразумевает... Ибо эльф в кои-то веке смог себе позволить короткий меч. Ей! Ай! А само же задание подразумевает поиск и убийство урачевого и начальника Улага, который до этого захватил бедного рыцаря Рагнара. Принц Магнус указал Орковый начальник Улаг, который надоумился похитить Сиррагнара должен быть найден и убит. Тот, кто убьет его первым получит целых сто золотых монет, а остальные же могут насладиться запахом моего между булочного трюфеля. Насчет этого квеста долго распинаться смысла нет. Лабиринт... Гомбы врачи. Но в этот раз в конце нас ожидает опасный и достаточно лютый начальник Улаг, вооруженный огненным хлыстом. Он один из тех типов противников, которых в первый раз не убьешь, ведь очень часто... Нижний послышавшись, он сказал, он один из тех типов? Это качок из типов про... А, вот это имел в виду... ...броски костей выпадают в их пользу, но поскольку тут все враги, которых в первый раз не убьешь, ведь очень часто броски костей выпадают в их пользу, но поскольку тут все враги это гои, которых принудительно обрезали масоны, он спустя пару ходов все равно гибнет, как очередняра, у которого во рту взорвался Айкос. И это на самом деле очень даже обидно, ведь очень скоро осознаешь, что по сравнению с настолкой игра достаточно покоцана. Враги ничего не могут, кроме как атаковать ударом ближнего боя. Все они одинаковые, и кроме как разницы в лютости бросков кубов ничем не отличаются. Они не могут кастовать спелы, хотя некоторые должны, не имеют сопротивления к разным видам магии, хотя должны и не всегда по уму поступают. Это, конечно, обидно. Четвертый квест профильный. Сундуки золотом, которые предназначались императору, были наглым образом украдены орками, которых надоумил на это некоторый воин хаоса Гултор. Его в подземельях нет, но вот орки очень даже есть. Правда, есть одна печаль. Сундуков три, а потому награду в 200 монет получит каждый, кто сможет вернуть сундук золотом, а четвертый герой без сундука сможет насладиться наградой, видимо, его безлактозного шептуна. Сука! Эта игра явно сделана для соперничества еще. Потому что все награду не получают никогда. Но на самом деле рофил заключается в том, что сундуки можно не возвращать и все найденное золото оставить себе. И героям абсолютно ничего за это не будет, кроме злого сообщения. Ты стал богаче, ну и руку тебе хер, кто пожмет, мудак. К слову, единственным, кто не отдал сундук у меня был эльф, потому что у эльфов нет ничего святого. Я пользуюсь карты Тинькофф Банка. Пятый квест позволяет игре отрасти новыми приколами. В катакомбах необходимо найти лабораторию некого чародея Мелара, который обладает лютыми силами, а посему не должен попасть в руки врага. За этот квест награду золота не будет, так что газонюхами станете все четверо. Вообще по кайфу, бля. Квест примечательен тем, что вводит в игру нежить. Достаточно приятный штрих, делающий игру крашен. Скелетики, опухшие зомби, мумии. Это уже не катакомбы, а самая настоящая крипта. Только вот этот штрих говном, так как нежить от орков и гоблинов отличается лишь плюсиком к броскам костей. Да и вообще, честно, лялякая языком между нами девочками, игра на самом деле не доделана. Видите, вот этот мозг с циферкой. Это очки ума. Альтернативная полоска жизней, которая тратится от атак магии. И что бы вы подумали? В этой игре нет врагов, которые используют заклинания, но в этой игре предусмотрен момент, что герои могут дамажить магией друг друга, но от этих атак один эффект тратится обычной физической жизни, так что это просто бесполезная циферка. Пока это бесполезнее, чем PS5 в нынешних условиях. Я это говорю вам к тому, что наградой за данный квест является талисман, который повышает обладателю очки ума, которые по сути абсолютно не нужны. Так что да, все четыре героя, включая меня, заглотнолен старческий пукиш. Ну я интеллект качать не собираюсь, поэтому. Шестой квест, петуха дал, извиняюсь, шестой квест. К этому моменту наши герои заимели хоть какую-то снарягу, позволяющую не сдохнуть в очередном бомжеквесте от старого маразмантика. Суть квеста заключается в том, что наши герои как лохи попались в плен. Их захватил озлобленный школьник, а точнее выпередыш военачальника Улага. Его сын по имени Гракна не держит нашу четверку в плену и думает, какую ему гадость устроить в отместку за смерть отца. Быть может, негодяев на бутылку посадить, аль может отбить им причиндалы боксерской битой. Выбор большой. Правда, пока я с кубил подумывал разные речи, наши герои смастерили из крысиного стейка. Выбор большой. А, сила в правде, господи. Да, я понял. Нет, ты понимаешь, я сначала прочитал, что там написано сила в подвале. Я такой, стоп, что, бита бубы? Я такой, не понял, а там, а там, к сожалению, всего лишь сила в правде. Черт. Нам так делать, пожалуйста. Мне показалось, такой, что суставчик щелкал. У меня просто из-за этого нога впивается в кожу. Это неприятно. Большой. Правда, пока этот фуфел обдумывал разные речи, наши герои смастерили из крысиного стейка ключ, сбежали и убили девича. За шо? Седьмой квест. Вам необходимо найти Карлина, личного мага-императора. Его похитили и охмурили силами хаоса. За его нахождение каждый получит по сотке золотых. Увы, но в этот раз беспухише. И действительно... Расстроенный дед. О, я только сейчас обратил внимание на низ члена, то есть свечей. На беспухише? Да, занимаемся... Черепушку? Знаете, что это вообще, что там, знаешь, обычно так изображают какие-то души заточенные, что-то такое. Получается, свеча из человеческого жира. Здесь абсолютно всем тем же, чем и до этого. Сюда не ешьте ловушки опасности, правда, неожиданно. разобряет Тейлер Дёрдом из бойцовского клуба. Сюда на покоя, где находится каралан, охраняют воины хаоса. Тан-дан-дан-дан-дан. Без хорошей снаряги их дайсы на броню и атаку сложно пробить, а потому какой-никакой интерес так и появляется. Правда, умирают они абсолютно так же, как и остальные. С одного удара. Что дамага, то силы зла вынудили его работать над злыми чарами, а его разум поглотила негодейская магия и превратила в подпивасника. Раз, три, четыре, пять, иду маслонамёки я искать. Ясно. Чутки нижнего интернета. В восьмом квесте внезапно игра отрубает магию огня на уровне, но очко моё в фейербол выпустить смогло, так как школы магии мы выбираем перед выбором уровня. Орки черных гор использовали огненную магию в своих набегах. Багу огненный маг походу за это ответственно. Короче, его убиение вы все получите жалкие 150 монеток и пофиг, что это уже даже не середина игры. Вы работаете не за бабки, а за идею. Дорогие мои гои, ой, в смысле герои. Короче, идите убивайте злого мага. Я фашист. Я, кстати, говорил вам, что порой, дабы не сойти с ума, я старался в голове релеплейте. Как же я не навязал, я не навяжу эти сраные подземелья. Какого хрена мы опять премся в эти гребаные однообразные данжи. Потому что нам за это в кои-то веки заплатят. Ха-ха, а меня зовут эльф и я сидел за изнасилование. Сука! По-моему, у ББ какая-то ненависть к эльфам. Как же я ненавижу эту работу. На девятом квесте случился момент Астерикс и Обеликс Миссия Клеопатра. Ники Челс завел наших героев катакомбы и свалил мерзкой хихикой. Теперь нашим шалопаем надо понять как и куда свалить. Этот квест на самом деле идеальная возможность дабы вам пояснить за нынешнюю систему магии. Я решил не рассказывать об этом на начальных квестах и типа размазываю информацию равномерно по видосику. Короче, в этой игре есть магия. Можно кастовать заклинания на урон, на лечение, на пропуск ходов, каменную кожу, дополнительные ходы и т.д. Только у этих спылов есть один минус. Вообще нет никаких анимаций. Нам просто говорят молодец, убил. Молодец, вылечил. Молодец, соси сахар наконец. Мда. Подземелье герои, кстати, успешно покидают. Десятый квест по праву считается самым лучшим и самым рофильным. В чем суть? Некий Шуе Мак Аллах считается самым лучшим и самым рофильным. А, ясно. Некий Шуе Мак Аллах нашел ход в золотую шахту. Используя свои упер-могучие могущества, он сотворил магический замок над этой шахтой. Ну и задача героев, короче, найти сокровища да свалить. Но это будет не так легко, так как все двери тут буквально магические переносят героев по абсолютно разным комнатам, наполненные опасными чудовищами. Круто, да? По иронии судьбы, одного из героев почти сразу переносит в комнату с баблом, которую он может взять, но при этом он тогда никак не сможет атаковать и защищаться, так как золото аж 5000 имперских баксов. Вчера. Нормально, нормально. Самое смешное, что золота тут хватит на все четыре рейла, а это же просто вау. На самом деле, эффективным методом будет зачистить все комнаты от врагов, а потом брать золото. Но... Ох, короче, наши герои, а точнее я, так и сделали. Убили всех, забрали золото, дошли до выхода, и игра вдруг сказала, что на самом деле золото фальшивое. А за золото дураков, а за... Вот сука. Я в рот имел эти данжи, этого мага, этот мир и всю эту жизнь. Квест 11. Внезапно решает внести неожиданную механику, которую следовало бы включить во все остальные квесты. Вкратце, наших героев Холоволомки посылают в некий бастион хаоса, где собралось множество орков, гоблинов и фемиров под предводительством нескольких воинов хаоса. Их всех необходимо убить, и все бы ничего, но за убийство каждого дают награду в виде бабоса. Господи, как же этого не хватало в предыдущих квестах хотя бы иногда. Конечно, возможно, проблема во мне, ибо мой организм и мозги слишком сильно привыкли к выдаче пряников за убийство врагов. В общем, квест был выполнен с величайшим удовольствием. Крепость зачищена полностью, больше в этих катакомбах нечисти нет. Последние три квеста, а конкретно 12, 13, 14, связаны между собой сюжетной ниткой, даже теснее, чем остальные задания по колобродству в обгаженных калом коридорах. Вернее, вертятся они вокруг лорда-чародея. Заваривается война с восточными орками. Императору необходимо объединить малые королевства, дабы дать отпор. Дабы это сделать, вам необходимо найти древнюю звезду запада, которую носили короли из легенд и Ругар лично, когда сражался с Моргаром в прошлом. Тот-то он найдет, получит 200 монет, а остальные заценят мой личный биологически чистый аромат отж... Понятно. Опять пукиш. Позово пижоля! Драгоценность эта находится в Баракторе, где ныне покоится лорд-чародей. Лорд-чародей это какой-то затклый кусок говехи, чьей громнице лежит мощный артефакт древняя звезда запада. Нашим четверым чупендиксам необходимо эту звезду достать и свалить. Вот вроде бы и все. Да? Топарда. По идее, это должен быть очень опасно, и самое главное сложный квест, так как лорд-чародей опаснейший куколдун. Ииии... И тут. И, я даже подчеркиваю, не убиваем. Единственное, что может сделать из лорда-чародея лорда-инвалида особый духовный клинок, которого у героев нет. Но... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Как вам это сказать? Чародей? Чародейские спылы? Класс. Кайф, чародей, а выглядит как сраный орк. Как-то таму-былда с хлыстом огненным. Да, все боссы так выглядят, я заметил. Не колдует. Из-за пердела своей сочевальни не выходит. Но на шаболтусы, тем не менее, ломает удерживающее заклинание, которое удерживал эту лорду. Спасибо за донас. Доброго вечера и хорошего стрима. ...катакомбов выкорчевывают из аналоза поля трагацинный артефакт и валят. Ха, будто ребенка обокрали. Тринадцатый квест прост. Наши утырки разбудили лорда-чародея, который внезапно очень опасен для будущего сражения между императором и его врагами. А потому надо найти этот треклятый душевный клинок, откованный гномами гор, край света и остуженный в особых эльфийских водопадах. По логическому и эстетическому канону меч должен взять варвар, но я в рот наоборот каноны и продажную эстетику. А потому главным челиком, который убьет лорда-фокусника, двор с вполне высоким ростом 179 сантиметров. Нормальный такой дворов так-то. Бэбэй на свой рост намекает, по-моему. Возможно, возможно. Постоянно же шутят над тем, что он невысокий. Да? Да. Зайди как-нибудь в паблик деградач и ты охренеешь. Я заходил. Зачем там шутят? Да, представляю. Этот. А я думал, он даст магу клинок. Ну это ж Бэбэй. Последний квест 14-й. Герои обколоты снарягой и баблом во всех местах и даже там. Ныне они должны выслушать последнее наставление их мастера-сенсея. Теперь, когда вы нашли душевный меч, вы должны вернуться в барактор и оформить лорду-чародею хорошенький Поб-Юн. Императора в пути на битву с врагом и если чародей поднимет на бой своей армии, то пути же вдохнете уже не вы, а весь мир. Задание достаточно челленджевое, так как нас закидывают обильным количеством мяса. Героям надо мало того, что не сдохнуть и достать чародея, но и сделать так, чтобы удар смертельный нанес именно гном-гномыч. Вечер добрый, джентльмены, а я сидел за изнасилование. Ох, суха. Эльфу не повезло. Я вам, кстати, не сказал про достаточно странное правило в мужик-весте. Если во время своего хода герой сошел в комнату с врагом, то из этой комнаты во время этого хода он выйти не может. Почему? По кочану. В итоге эльфу чудовища начали устраивать лютый гэнгбэн, который с каждым толчком лишал его сил. Художники, требуя, чтобы вы намутили с данным сюжетом рул-34 и залили на зеленый сайт. Остальные герои, конечно, попытались вмешаться, но и им прилетело знатно. Даже Карлан чуть копыта не откинул от лютой серии атак по его физиономии. Но благо Грунге таки смог устроить акт превозмогания и спустил лорду-чародею его чародейские шинки. Правда, после смерти чародея ничего не произошло. Класс. Ни одобряющего сообщения, ни награды в золоте. Героям просто осталось молча пройти весь путь обратно до выхода из подземелья, где также ничего не было. Не показали титры, не поздравили с завершением финального квеста, даже простое спасибо никто не сказал. Я, конечно, уверен, что это очередное проявление легкой халтурки, но на самом деле так даже лучше. Героический квест является собой яркий пример игры по Вахе, в которой ее минусы создают то самое постмодерническое чувство отсутствия фантазийной благородности и осознания высокой цели, которая присуща мейнсталимным произведениям. Разрабы всего лишь хотели сделать игру по некой новой вселенной, а в итоге создали идеальный депрессивный и горький продукт, где игроки могут примерить на себе шкуру никому не нужных и убогих ноунеймов с дефолтными именами, которые заняты поистине неблагодарным трудом. Да, еще и работают за бесплатно. Почти что. Четыре фантазийных бомжа. О них никто не помнит, никто не знает, а главное всем на них насрать, даже несмотря на то, что они являются героями самой первой в мире видеоигры по вселенной Пархамер. Да, грустненько. Поэтому хорошо, что мы просто на нее посмотрели, а то я только вначале даже интересно было бы поиграть, но теперь понимаю, что нет. Ну нафиг. Спасибо за просмотр. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова